Всем привет, ребята! На связи GrimOptimist и многие просили сделать подкаст-рецензию на фильм Пёс-Призрак Путь Самурая. Я давно говорил, что классный фильм, ну как-то обмолвился, там помню, на стриме, да ещё где-то, что мне нравится это кино. Ну и просили люди рассказать, мол, ну не все ещё приняли для себя решение, стоит смотреть или нет. Но на самом деле я не вижу проблемы, то есть в наше время, чтобы ознакомиться с фильмом, не обязательно, скажем так, тратить большие деньги на это, можно сделать всё гораздо проще, поэтому всем, кто сомневается, я могу сразу сказать, что фильм посмотреть стоит, но надо понимать, что Пёс-Призрак Путь Самурая это абсолютно не западное кино, то есть в каком-то смысле. И вообще, по большому счёту, это даже частично арт-хаус. Снял его, тем более, Джим Джармуш, известный, да, спец по всяким арт-хаусам, но это не настолько прямо уж, знаете, какой-то узкоспециализированный фильм, который не для всех, то есть нет. Нет, нет, фильм вполне себе может посмотреть любой человек, но я вот, кому его показывал, мало кому он понравился, честно вам скажу. Он требует определённого, наверное, подхода, то есть в целом, и просто он снят для определённых людей, то есть вот с определённым, скажем так, психотипами и так далее. Я не психолог, я в этом не разбираюсь, ляпнул просто так. Ну, короче, вы поняли, то есть для определённых людей, просто не всем он априори может понравиться. Фильм очень странный, то есть это кино, которое я даже жанр не могу дать, то есть это одновременно и боевик, и триллер, и даже комедия местами. Главную роль в ней играет мой любимый, ну, актёр-негр, будем говорить, мне не нравится слово просто афроамериканский, просто чернокожий, будем говорить, мой любимый актёр, это Форест Витакер, считая его, вот, наверное, одним из самых сильных именно чернокожих актёров. У него есть Оскар, не помню, за какую роль там была, я уж не помню, какой-то фильм там был, не за этот фильм ему дали Оскар, но неважно, актёр, короче, мощный. И самое интересное то, что роль писалась под актёра во многом, а не актёр подбирался под роль, это позволило ему раскрыться, скажем так, то есть ты когда смотришь, у тебя вообще ни малейшего сомнения в реальности происходящего не возникает. Сюжет следующий, что один из бойцов, да, итало-американской мафии спасает как-то чернокожего подростка, просто, от каких-то там уличных бандитов, просто спас его. И так случилось то, что, ну, это чернокожий подросток, это Форест Витакер, естественно, то, что со временем он увлекается японской культурой, какими-то их системой ценностей, там, читает книги и понимает то, что этот человек спас ему жизнь, да, и теперь он его слуга, то есть он обязанному жизнью, он, ну, как бы, хочет служить ему, то есть своему господину, получается. И поскольку его господин это итало-американский мафиози, да, он становится, скажем так, наёмным убийцей, который выполняет задания. Не бесплатно, то есть ему за это платят, связываются с ним при помощи голубей почтовых, да, и он выполняет задания, то есть ему приходит заказ убить того-то, убить того-то, да, он просто приходит и убивает, всё, то есть абсолютно, ну, такой профессиональный киллер, то есть он там грамотно всё делает, то есть он скрывает машину чужую, крадёт, то есть едет на ней на дело, там, убивает, ну, то есть поймать его невозможно, то есть он всё чётко, грамотно делает, но суть в том, что однажды ему приходит заказ, и помимо цели, я вот говорю сейчас на память, последний раз я этот фильм смотрел лет пять назад, то есть я говорю тупо на память просто. Я просто его смотрел раз десять, поэтому более-менее помню. Оказывается, там ещё девушка, которая является, насколько я помню, женой босса, что ли, если я не ошибаюсь. Он, естественно, её не убивает, ну и после этого с ним начинают происходить всякие неприятные вещи, то есть его пытаются устранить со временем, да. И самое интересное то, что в этом фильме показана, сама мафия, она показана очень трэшово, так, то есть в каком-то смысле. Во-первых, там всем мафиози, им всем за сорок уже, то есть даже скорее за под пятьдесят. То есть они все уже такие, ну я не скажу, что пожилые, но такие уже, то есть мужики такие видавшие виды, да. И они там, вот показан их упадок, то есть то, что мафия, ну она практически беспомощная, то есть они уже далеко не те, какие были раньше. Я не знаю, с какой целью это сделано, но в это есть. То, что они, да, они по-прежнему, то есть преступники, убийцы, всё такое, но они какие-то вот несерьёзные, то есть там есть кадр, где какой-то ребёнок кидает в них с балкона игрушки по голове, и они там ему орут, что-то к волокам грозят, ничего не делают и так далее. То есть они действуют как идиоты, то есть местами, когда вот они пытаются его найти, они узнают про него, то, что вот он живёт лето на крыше, у него голубятня, и они начинают валить там всех подряд этих людей, которые живут на... Ну короче, действуют как полные дебилы, да. И самое интересное то, что главный герой, он не может отказать своему слуге, то есть по сути. То есть если он ему скажет, иди и умри, он пойдёт и умрёт. То есть в то же время он пытается, ну не то, что пытается, но он умирать как бы не спешит просто так, да, по глупости. Вот. И вот как бы, вот вообще, как бы, блин, не знаю даже как сказать, очень сложно, ребят, делать рецензии на такие фильмы, это не трансформеры. И вокруг вот этих отношений их, да, с господином строится весь фильм. То есть то, что, с одной стороны, он тоже не хочет, чтобы его слуга умер. Во-первых, потому что, ну, он ему когда-то жизнь спас, а есть такой психологический феномен, то, что когда человек спасает кому-то жизнь, он начинает испытывать к нему, ну, практически отцовские чувства. То есть он спас его, и он, как бы, начинает чувствовать, что он немного в ответить в дальнейшем за него. То есть он уже изменил судьбу, и теперь этот человек жив благодаря нему. Соответственно, он начинает интересоваться его дальнейшую судьбу, это я в реале говорю, как происходит. И тут, видимо, такой же подобный эффект. То есть спас, когда он спас ему жизнь, он стал, ну, как бы, небезразличен, да. Но обратная, говорю, то есть обратная отдача, то есть идет такая, что он слуга. То есть Форрес Витакер, да, в роли пса-призрака, он его слуга. То есть он обязан выполнять все его приказы, то есть и так далее. Это очень забавно, вот именно их диалоги, их отношения, это действительно довольно смешно. То есть у них, не сказать, что какая-то дружба идет, но видно какая-то взаимная симпатия, то есть и так далее. Это основная сюжетная линия. Кроме этого, нашему герою встречаются и разные другие личности. То есть там девочка, которая читает разные интересные книжки, собака, которая на него приходит и смотрит просто так. И самое, я считаю, топовое, это его друг, который мороженщик, да, ну, известная профессия в Америке просто. Фургон с мороженым продает тоже негр, вот, который при этом не понимает. Он из Франции и он ни слова не понимает по-английски, вообще он понимает только по-французски. А Форест Витакер в образе пса, он не понимает ни слова по-французски. И они друзья, при этом они не понимают, что говорит каждый из них. То есть они не могут понять друг друга, вот именно, ну, слова. То есть, но при этом они постоянно говорят на разных языках друг с другом. И ты начинаешь понимать то, что они, тем не менее, как бы, ну, друг друга каким-то способом понимают, сори за тавтологию. То есть на каком-то уровне, видимо, ну, я не знаю, жестов и так далее. То есть это очень смешно, что они лучшие друзья, он так говорит, что да, это мой лучший друг. Но при этом они не понимают, что каждый из них говорит. Вот в этом, как бы, вокруг этого довольно много строится. И это забавно, действительно. Вот, в целом, я больше рассказывать про фильм, чтобы не заспойлерить что-нибудь. И так я уже довольно много заспойлерил, на самом деле. Но я не раскрыл вам основной сюжет, то есть, что будет происходить. Это больше ничего рассказывать нельзя, потому что, если начну рассказывать дальше, уже пойдут жесткие спойлеры. Данный фильм, он больше позволяет, как-то, он созерцательный. То есть, понимаете, там экшен есть, то есть там стреляют, убивают. Но он не играет, там, центральную роль, да. И то, что главный герой, там, машет саблей на японской, ну, катаной на крыше, это, в принципе, тоже никак не раскрывается. То есть, он просто, ну, просто он, как бы, это его хобби, он машет сабли. То есть, такие вот моменты. И в этом фильме вообще многое просто. То есть, на первый взгляд. Постоянно идут какие-то эпиграфы из Хакагура. Ну, кто читал ее, тот знает. Путь самурая, да. И многих, возможно, этот фильм как-то заинтересует именно, ну, вот, вызвать дальнейший интерес к японской какой-то культуре, да, вот именно. Кому-то просто, может быть, понравится. Но, а, забыл еще важный момент сказать. То, что саундтрек для данного фильма писал, есть Риза, есть такой тоже негр. Он, ну, один из самых уважаемых в хип-хоп сцене мировой вообще людей. У него есть группа, назывался, ну, она сейчас, по-моему, все еще есть, Wu-Tang Clan. Кстати, прикольная группа. Я, хоть и к хип-хопу отношусь очень прохладно, но мне нравятся их многие вещи. Они писали полностью, практически весь саундтрек, ну, за редким исключением к этому фильму. И он, то есть, понимаете, вот столкновение именно культур, то есть, негроидной и японской, и в рэпе, то есть, делать рэп, который бы слушался как японский, да, вот именно, это было сложно, но Риза, видимо, это удалось. То есть, я не знаю, может быть, музыку не он писал, то есть, биты сам. Ну, короче, Wu-Tang Clan, будем так говорить. Wu-Tang Clan удалось это сделать. И биты вот эти вот восточно-такие хип-хоперские, они прикольные очень. Я после этого даже говорю вот эту группу и полюбил, то есть. Ну, не то, чтобы я прям фанат, но иногда слушаю. В общем, понимаете, фильм получился крайне странный, то есть, я не знаю ни одного аналога, то есть, подобного кино. Он очень странный, этот фильм, но он, во-первых, он добрый, то есть, в нём, несмотря на то, что много крови достаточно и убивает людей, он добрый. То есть, в нём про дружбу рассказывается, про верность, про помощь как-то друг другу и так далее. То есть, он несёт в себе, в принципе, положительный посыл. В нём нету какой-то грязи, то есть, и так далее. Он такой вот, ну, спокойный очень фильм. То есть, он не вызывает у тебя каких-то отвращений, каких-то даже мелких элементов и так далее. Он просто вот история двух людей, как бы связанных с судьбой, да, вот так вот. И когда обстоятельства немножко сильнее получаются, чем их отношения. Вот и всё. Поэтому, значит, кому можно рекомендовать просмотру? Значит, ну, всем тем, кто интересуется японскими вещами всякими, однозначно. Всем тем, кто любит какие-то такие созерцательные фильмы и даже, может быть, арт-хаус в какой-то степени, тем более. Ну, я думаю, они уже смотрели, скорее всего. Если вы вообще никогда не смотрели подобное кино, то есть, вы ходите там больше, ну, в блокбастеры какие-то, в кинотеатры ходите, смотрите, то посмотреть всё равно можно, попробовать. Правда, есть шансы, что вам не понравится. Вот я помню, подруги как-то одной показывал давно, ещё лет 8 или 9 назад этот фильм. И она очень долго удивлялась. То есть, мол, блин, а что тебе так нравится? Вот покажи. Не знаю, ну, смотри, классно же, да. И в итоге мы так посмотрели, она так и не смогла понять, почему мне ей нравится этот фильм. То есть, она говорит, ну, да, есть пара, типа, она говорит, смешных шуток и прикольных сцен, но, типа, фильм так себе вообще, очень так себе ей показался, да. Хотя она не дура далеко была. То есть, просто, ну, вот, видимо, не для неё фильм снят и всё такое бывает. В принципе, вот, ознакомиться стоит. Фильм, конечно, не новый уже, но Форест Витакер тащит просто, вот, блин, я не знаю, он всё тащит. Ну, там вообще все актёры неплохие, на самом деле. Поэтому, ребят, посмотрите обязательно, если есть возможность, говорю, ну, возможность, я думаю, есть у всех, кто в интернете, да, находится, скажем так. Посмотрите обязательно, я думаю, что, ну, он вас равнодушно вряд ли оставит в любом случае. Вот, ну, и, конечно же, если вот после того всего, что я вам сегодня рассказал, вы прямо понимаете, что, нет, это не для меня, я люблю блокбастеры, или я люблю какие-то комедии больше, там, да, такие более, ну, обычные, то в этом случае, наверное, лучше пройти мимо. Потому что, ну, просто время зря потратите. Я не хочу сейчас, ребят, поймите правильно сказать, что этот, типа, фильм для элиты, для эстетов каких-то, нет, он просто для определённых людей, вот и всё. Если он вам не нравится, это не значит, что вы какой-то глупый, там, и так далее. И, наоборот, если он вам понравился, не значит, что вы прямо какой-то супер, не знаю, элитарный, духовно развитый человек. Просто, просто такой фильм и такая аудитория, для которых этот фильм предназначен. Ну, фильм, кстати, культовый, он довольно большим, ну, его знают, то есть, этот фильм, он популярен весьма в мире, то есть, именно из-за того, что он довольно странный. Такой вот, ну, и просто, в целом, хорошее кино. На этом всё, ещё раз говорю, пальчики вверх, если вам тоже нравится данный фильм, и если вы, допустим, посмотрели после моей рецензии, вот, обязательно напишите потом в комментариях пару строк о том, как вам. Не забывайте подписаться на канал, да, и, ну, в целом, можете вообще писать, что хотите. Всем до скорого, всем пока.